Один из подозреваемых в убийстве Барнаульца Михаила Седова находится в психиатрической больнице. Подробности расследования резонансного уголовного дела приводят корреспонденты портала Толк. Похитителями и убийцами Барнаульца могут оказаться двое 21-летних студент и осенизатор. Якобы схему, как заработать денег, придумал один из них. Планировали перебивать номера похищенных авто и разбирать машины на запчасти. Один из подозреваемых находится в психбольнице, проводится экспертиза и по предварительным результатам он признан вменяемым. За убийство, похищение человека, угон авто и разбой им грозит до 17 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Ученые рассказали, почему на улицах городов края стало все больше диких сов. Как пишут аргументы и факты на Алтае, дикие совы все чаще появляются на улицах Бийска, Барнаула и Горно-Алтайска, что очень беспокоит местных жителей. Ученые говорят, волноваться не о чем. В морозы пернатым требуется больше пищи, а мелкие грызуны прячутся глубоко под снегом. Вот и приходится совам искать пропитание в городах. Там они охотятся за крысами на свалках и мелкими птицами. Конкурс урбанистических идей проходит в Бийске. Проекты, касающиеся благоустройства городской жизни, разрабатывают семь групп учащихся школ. Например, ребята предлагают снести и построить на месте бывшего кинотеатра Алтай красивое научное здание. Один из участников конкурса представит свою идею с помощью VR-технологии. Надев очки виртуальной реальности, все желающие смогут увидеть, как выглядит задуманная им площадка для собак. Как быстро похудеть к лету делится секретами с читателями комсомольской правды на Алтае барнаульская спортсменка Карина Алимова. В числе рекомендаций, конечно, правильное питание, на него возложено 70% успеха. Ешьте белок, больше овощей и сложных углеводов. Они содержатся в отварном картофеле, цельных зернах, бобовых и цитрусовых фруктах. Насыщенные жиры есть в высококачественных маслах, орехах, семечках, авокадо и даже немного в темном шоколаде. А еще больше гуляйте, пейте много воды, спите не менее 8 часов и, как ни странно, улыбайтесь. Это повышает уровень гормонов счастья и понижает уровень стресса в организме.